Преемственность Слово откровения одного пророка, которому Господь указал на дома престарелых. Но это не русские дома престарелых, а американские, поэтому там есть особенность. Америка сто лет назад была вся практически христианская. Те пробуждения, которые там были мощными потоками в течение одного из столетий, периодически приходя из разного региона в другой. То есть там христианство было настолько нормой. Да, были, конечно, неверующие люди, но их было меньше, чем христиан. И поэтому люди, которые оказались сейчас в домах престарелых, которые уже очень преклонного возраста, 90 и выше, они там сегодня, может быть, потому что их дети уже ушли. Не знаю, по какой причине они там оказались. Но Господь показал на это место пророку и говорит, вот там золотые прииски. И надо воспользоваться ими, пока они еще не ушли. Ходи в эти места. Спрашивай у людей, как они переживали Бога в своей юности. Потому что я очень сильно двигался в них. И если ты пойдешь к ним и прикоснешься к ним, они передадут тебе это помазание, то ты будешь жить в этом потоке. Я тебя в него введу. И знаете, она мне сказала это на этой неделе. Но неделю назад, на прошлой неделе, мы были в Эстонии. Именно это Бог и делал. Я хочу, чтобы вы сейчас были свидетелями этого. Чтобы вы могли увидеть. И понятно, что это далеко не все. Это нарезка. Потому что полтора часа материала, любительской камерой, снятой телефоном. А здесь нарезка для того, чтобы мы хотя бы прикоснулись к этой атмосфере. А затем могли поблагодарить Бога и за тех, кто был до нас. И за тех, кому мы сможем передать что-то похожее. Когда мы принимаем, важно, чтобы на нас оно не остановилось. Прошло 60 лет тотального воинственного атеизма и попыток искоренения всякого упоминания о Боге в огромной и закрытой стране, Советский Союз. Когда небольшая группа христианских баптистов эстонского города Таллин начала ревностно молиться о Божьих действиях полного Евангелия. В последовавшие несколько лет конца 70-х, некогда заброшенный храм Оливиста в центре старого города стал эпицентром явления силы Божьей в сверхъестественных чудесах и знамениях. Духовном очищении и обновлении церкви со всех концов бывшего СССР. Чтобы поучаствовать и испытать Таллинский ветер, каждый день съезжались люди с просьбой о молитве за исцеление, крещение Святым Духом и освобождение от демонических сил. Великое духовное пробуждение, известное как Таллинское, потрясло весь атеистический Советский Союз. Я помню, я ходил, пошел домой и плакал, что Господь, мы валили, что Таллин, Господь, и так посчитал, что чтобы Таллин веровал, требуется 200 лет, если так продолжить. Я просто так, от всего сердца плакал, что Господь, это поколение уходит, все в ад. И когда же будут тысячи? Спасибо за десятки. И сотни тысячи. И так вопрос, преклонил колени, Господь, где же, когда будут тысячи? Это удивительно, в слезах. Сколько ты хочешь. Я был уделен. Сейчас считал, что в Таллинке где-то почти полмиллиона. Господь, сто тысяч. Тай не увидеть. Сияющие глаза. Я радовался. Второй раз. Почему так мало? Дошел до миллиона. Почему так мало? Думал, именно московцы, Москва, Питер, Господь, десять миллионов. По-моему, я сейчас просто как-то был настолько взволнован, что забыл, что это было сто или десять. Я остановился на, во всяком случае, в рожье номерам. Во время молитвы я спросил, чтобы Господь, может быть, это слишком по-человечески, чтобы хочу подарить этот подарок, который ты предложил мне. Сейчас не сдавайтесь никогда. Сегодня моя господь, Господа, чтобы я отнимал тебя и сказал, возьмите эти миллионы, чтобы отдать эти миллионы. Да, Господи. Вот. Господи, что-нибудь просто. Если хочешь. Спасибо. Господи, Господи. Дух Святой, Дух Святой, приди свежим помазанием, потому что то, что было, это было, это израсходовано. Господи, Дух Святой, приди, не в чувство, а в сердце, помазанием, любви. Прими. Прими. От Господа. Прямо от Господа. Может быть, я могу быть какой-то мерканалом, трубой. А вообще, когда тихо потачила, прими свежее помазание. Я могу сегодня благословить на родном языководушку, близких и церковь, и весь город во имя Иисуса. Я не шумащечий. Я прошу за Метербург, Господь, чтобы ты появил свою славу. А славу, которую ты не дашь никому. Чтобы боль могла быть там, стоять. Стоять в проруби стены, выстроить стену вокруг церкви. Господь, чтобы мы дали себя найти Тебе. Ты искал своего рима человека, не нашел. Ты ищи, что с сегодняшнего дня наполнится. Да, Господи. Исполнится Твоей волей. Да, Господи. По имя Иисуса. Мы не просим ни денег, ни расширения церкви, ни славы в Тебе. Мы просим, чтобы души займели жизнь вечную через кровь Иисуса. Прощение. И многие, многие, многие бесчисленные уверовали и влюбились в Господь Бога. Во имя Иисуса. Аминь. Еще больше, больше Иисуса. Еще больше Иисуса. Больше Благословения, помазания. Все больше, 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 больше. Во имя Иисуса. Бог благоволил Сына во мне открыть, Милостью Своей, Сыной Своей любви. Уже не я живу, живет во мне Христос. Уже не я живу, живет во мне Христос. Уже не я живу, уже не я живу, живет во мне Христос. Давайте поднимемся, друзья, потому что эта ответственность, она не на мне, она на каждом из нас. Когда мы соглашаемся двигаться в Божьей воле, то это больше, чем мы можем себе представить. Это больше, чем мы делали уже раньше. Это больше, чем мы можем попросить. Это больше. И Господь готов реагировать на сердца, открытые для большего. Когда мы не сконцентрированы только на себе, а когда мы хотим войти в труд бывших до нас и ценим это. То, что мы ценим, то распечатывается, то становится доступным. Туда мы можем войти и черпать. Я хочу, чтобы сейчас Господь позволил нам это сделать. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за каждого, кто сейчас был свидетелем этих исторических моментов. Это не только видел Ты, а Ты это сам синициировал. Я благодарю Тебя за Твои пути, которыми Ты ведешь по этой жизни. Я благодарю Тебя, потому что Ты сегодня стыкуешь то, что раньше не могло состыковаться. Я благодарю Тебя, Господь, что это представители из другой конфессии, но которые возжаждали Тебя, потому что они христиане, жаждущие большего. Но сегодня Ты делаешь нас едиными под головой Христа. Я благодарю Тебя за это отцовское сердце. Я благодарю Тебя за это сердце смиренное. Я благодарю Тебя за это сердце жаждущее, несмотря на его возраст. Он продолжает жаждать и ждать. Я знаю, Господь, что Ты не дашь ему опоздать. Ты не дашь ему, Боже, остаться в заточении тогда, когда Ты хочешь дать увидеть Его глазам Твои свободные реки. И я прошу Тебя, пусть Он об этом услышит. Пусть Он это увидит. Пусть, Господь, потекут эти реки уже сейчас, Господь, в Его жизнь. И я благодарю Тебя, Господь Иисус, что я могу благословить Рейна. И делаю это во имя Иисуса. И поклоняюсь такому Богу, который знает, как Ты зажигал огонь в том далеком для нас году. Но я благодарю Тебя, что Ты это сделал тогда. И Ты знаешь, как это сделать сегодня. Но я прошу, чтобы никакие силы не могли больше это потушить. Поэтому мы сейчас проходим Твой период подготовки. Мы сейчас проходим Твою, Господь, углубленность. Мы сейчас проходим Твое проникновение в нас, а мы в Тебя. И я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, уже не я живу. Живи, Христос, Ты. Живи в каждом слове. Живи в каждом деле. Живи в каждом движении. Живи, Господь, по могуществу Твоей любви. По могуществу Твоей славы. И мы говорим, этот колодец распечатывается. Этот колодец распечатывается. И не просто то, что было тогда. Приходит большая волна. Приходит больший удел. Приходит больший масштаб. Приходят, Господь, миллионы к Тебе. А не десятки, не сотни, не тысячи. А миллионы. 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 Мы вас вызываем. Мы говорим, пробудитесь. 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 Ибо открылся Божий колодец. Ибо открылся Божий источник. Пробудитесь. Пробудитесь к жизни. Чтобы болезни они убегали. Чтобы слепота она убегала. чтобы зрение возвращалось и духовное, и физическое, чтобы рак засыхал, чтобы опухоли падали, и чтобы малые дети могли их убирать во имя Иисуса, ибо они не боятся, они уже жить в Твоем присутствии и жить в Твоем помазании. Я благодарю Тебя, Господь, что мы сейчас благословляем Церковь Твою по всему лицу земли. Ты знаешь, кто именуется Твоим именем. Ты знаешь, кто сегодня в позиции той Церкви, которая жаждет больше. Благослови такие Церкви по всему городу. Благослови такие Церкви по всей стране. Благослови такие Церкви по другим странам. Благослови Церкви, жаждущие Бога, жаждущие встречи с Тобой, жаждущие святости, жаждущие бескомпромиссной жизни. Благослови такой народ, Господи. Благослови и подними такие Церкви в Ефиле. Подними такие дома Божьи. Подними такие источники, которые не завалены, которые открыты. Господь, я благодарю Тебя, что мы сегодня стоя перед Тобой говорим. Благослови нас быть такой церковью. Больше и больше. Благослови нас каждого. Быть такими людьми, открытыми для нового. Я благодарю Тебя, Господь, за честь, которую Ты оказал. Я хочу в смирении принять это. Я прошу Тебя, Господь, пусть никогда никакое надмение, никакая гордость даже не приблизится от того, что Твой огонь горит и прогоняет эту нечисть, прогоняет вон всякое самомнение, всякую самодостаточность во имя Иисуса Христа. Да уберется вон с дороги все то, что является ложью дьявола. Да уберется вон с дороги все то, что мешало Твоему огню разгореться раньше. Во имя Иисуса благослови нас идти до конца. Благослови идти до конца. Благослови не остановиться никому в этой армии. Боже, я благословляю Твой народ. Я благословляю Твой народ готовностью, целостностью и могуществом славы Твоей. Покрой головы наши и яви себя миру. Пусть церковь Твоя будет, как Ты говоришь, городом, устроенным на вершине горы. Пусть она будет зажженным светильником, который никто погасить не может. Во имя Иисуса Христа, гореть во славу Господа, да будет церковь Твоя во все дни грядущей жизни. Возжигайся, возжигайся, Божий светильник в каждом сердце. Загорайся, огонь Божий, загорайся, огонь Божий, загорайся, 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 загорайся. Не от человеческих усилий, а от Божьего присутствия. Я благодарю Тебя, что Ты сделаешь то, о чем мечтали генералы веры до нас. Ты дал нам эту честь, оказал ее, а мы ее принимаем. Мы ее принимаем в смирение. Мы эту честь принимаем в благоговение. Мы эту честь принимаем в почтение. Благодарю Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Утвердим это. Утвердим нашими рукоплесканиями, друзья. Господь, пусть это будет. Пусть это явится. Не через годы. Тем более не через десятилетия. А пусть это является прямо сейчас. И умножается от дня ко дню. От служения к служению. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok